Это актуальное интервью. Здравствуйте, я Марина Захарова и мы говорим коротко о важном. Сегодня у нас в гостях внештатный сотрудник исследовательской группы Циркон, которая пропагандирует здоровый образ жизни, Варвара Зотова. Варвара Алексеевна, я вас приветствую. Здравствуйте. Нам известно, что впервые в Якутии вы побывали этим летом с интересной миссией. Ваша группа занималась исследованием территорий трезвости. Расскажите, пожалуйста, в чем суть этих исследований и о каких результатах? Сегодня уже можно говорить. Мы проводили исследования территории трезвости, то есть сельских поселков и поселений, в которых люди самостоятельно вели себе сухой закон. Исследования мы проводили в Оренбургской области, в республике Алтай и здесь, как вы правильно сказали, в республике Захая-Якутия. И нашей целью было составить рекомендации по распространению этих практик на всей территории России. И основные выводы исследований я представлю сегодня здесь, на конференции по антиалкогольной политике, которая проходит в Якутске. По какому принципу вы выбирали поселения и почему выбрали именно Бязь Кюель, всего наше, Якутское? Как происходил отбор? Сначала мы проводили социологический опрос и интервью брали у экспертов среди разных представителей, как сторонников антиалкогольного движения, так и представителей, наоборот, алкобизнеса. И анализировали публикацию в средствах массовой информации. Так мы выделили некоторые группы поселений, после чего мы провели такую разведку, отправились с нашим партнером. И здесь, в республике Саха-Якутия, мы обращались в управление госалкоголиконтроля, которые нам в том числе порекомендовали выбрать именно Бязь Кюель, как наиболее правильный и показательный пример позитивных изменений, которые могут происходить в селе, после того, как там выводится сухой закон. В чем именно заключается суть исследования? То есть вы общались с населением? Суть исследования заключалась в том, что мы проводили этот формат экспедиции, мы приезжали на несколько дней в село, там мы общались с населением, мы проводили интервью, фокус-группы. Также у нас было включено, не включено наблюдение, ну то есть мы смотрели, что буквально на свалках и в мусоре лежит у людей, что мало ли можно говорить одно, а на самом деле дело другое, и поэтому мы такую разведку проводили. Ну и какое впечатление было именно от этого села? Вы знаете, самое позитивное, я, конечно, такого давно не видела в России, что было, во-первых, так благоустроено село, и было видно невооруженным глазом высокий уровень жизни селян. Это не только наличие гаджетов или техники, но и общее благополучие. Плюс ко всему, конечно, очень сильно развито местное самоуправление в этом селе, там есть четыре ТОСа и огромное количество спортивных и культурно-досуговых мероприятий, которые жители организуют друг для друга. А какие впечатления у вас от населения? Как охотно нашли на контакт жители? Вы знаете, ну, конечно, первые пару дней немножко люди смущались, но потом какой-то этот барьер прошел и, воборот, очень активно старались рассказывать побольше. И я жила в доме у учительницы якутского языка Марина Петровна, и к ней приходили тоже люди в гости, чтобы со мной пообщаться, чтобы рассказать подробнее о том, что у них происходит. Они делились своим опытом борьбы за трезвый образ жизни, который в селе Бескиюле имеет такой длинный период времени, и не было им просто, скажем так, добиться этого. Вы говорите у учительницы якутского языка. Какие-нибудь слова вы учили? Я знаю только Махтал. Махтал. И еще подскажу, здороваться можно говорить Даруба, либо Даруба Ларун. Теперь вы уже практически знаете язык. Скажите, пожалуйста, чем отличается именно село Бескиюль от других сел, где проходили экспедиции? Ну, в первую очередь, оно отличается тем, что в Бескиюль сухой закон введен на законных основаниях, в том плане, что решение жителей легитимно, но поддержано законом Илтумен. В других селах нет, там есть коллективные решения, либо есть коллективные решения, не поддержанные законодательством, либо нет коллективного решения, и просто общий отказ людей от алкоголя, то есть нет спроса на алкоголь, поэтому там не продается. Поэтому Бескиюль характерен именно своей законотворческой основой. Это хороший пример того, что может произойти, если государственная власть делегирует полномочия вводить запрет на алкогольную продукцию местному самоправлению. Я считаю, что тот опыт, который собственно дарит России Егор Афанасьевич Борисов, делегировав в 2013 году эти полномочия местному самоправлению, показывает, сколько это правильное решение. А что больше всего удивило вас в Атамайском наследии? В Атамайском наследии меня, наверное, больше всего удивило, как я уже говорила, наличие общественных организаций в таком количестве, причем это действующие организации. То, как люди восстановили производство мясомолочной продукции, то, как они буквально побороли большую эпидемию алкоголизма, которая у них была в связи с кризисом в конце 90-х, начало 2000-х годов. И то, что они ежегодно проводят деловую игру, где разрабатывают стратегии развития села и открывают сами себе рабочие места. Я видела эти проекты, я видела результаты этих проектов. И это, конечно, совершенно что-то для меня поразительное. С учетом того, что это труднодоступное село, круглогичная дорога, где только строится. Скажите, пожалуйста, вот прям не могу не спросить. То есть группа при исследовании, да, то есть она, как скажем, не предупреждает, что мы приедем, вас там проедем? Нет, мы предупреждали, безусловно. Это было, безусловно, мы предупреждали, но именно поэтому мы и оставались на несколько дней, чтобы как бы прошел этот, может быть, эффект. Ну, чтобы не было потемкинской деревни, скажем так, да. Чтобы люди не успели настолько подготовиться. Ну, ты сколько подготовишься, ты можешь один день как-то поизображать что-то. И, близко всему, в рамках исследований мы обязаны были посмотреть и не только будние дни, но и праздничные, выходные дни. В моем случае я застала День России, 13 июня, о том, как люди празднуют это и насколько действительно празднуют трезво. Вот вы затронули праздники и выходные. То есть, сейчас у нас в республике активно обсуждается законопроект, который будет запрещать продажу алкоголя в выходные и праздничные дни. То есть, ну, как показывают исследования, опросы, большинство населения поддерживают эту меру. Скажите, каково ваше мнение на этот счет? Стоило бы так делать или нет все-таки? Ну, как показывает опять же опыт BSQF, в котором праздники давно уже практически поголовно трезвые и не только государственные, но и личные. Это и свадьбы, и дни рождения. Конечно, введение подобных запретов снизит, на мой взгляд, количество случайных преступлений. Вот этого, то, что называется пьяного счастья, скажем, в кавычках, которое происходит на праздниках, когда люди начинают терять меру и употреблять алкоголь. Понятное дело, что те, кто хотят отправиться с алкоголем, будут просто заранее покупать. Но это будет уже вдумчивое какое-то решение, а не случайное какое-то импульсное движение. Поэтому, безусловно, вводить такой запрет, это будет хорошо. Ну, вот у нас в республике сегодня, кстати, в день празднования полиции, сотрудников ОВД праздник, отмечают, что на сегодняшний день, благодаря мерам, которые принимаются, больше чем на 40% у нас в Якутии снизилось количество преступлений. То есть, действительно стоит, наверное, принимать такие меры. А вот скажите, пожалуйста, в других регионах, вы же тоже проводили исследования, не случалось ли так, что где-то все-таки, как вы говорите, одно говорили, а картина была другая? Вы знаете, на этапе отбора информации, на этапе отбора сел такое было. То есть, когда мы читали в средствах массовой информации, что вот, дескать, там, непьющее село, трезвое село, но наши там рассветданные возвращали, говорили об обратном, что на самом деле это не так. А в селе Боучино, в Алтае, там просто очень длинная практика. С 1985 года они поддерживают запрет на продажу алкоголя. И текущая тамошняя глава села, она, собственно, и была в главе этой антиалкогольной компании. Поэтому там действительно тоже не пьют. Но, как я уже сказала, на этапе отбора были такие моменты. И, к сожалению, это очень жаль. А скажите, на ваш взгляд, какие должны быть условия в населенном пункте, в селе, для того, чтобы они приняли, так скажем, сухой закон? Ну, во-первых, в антиалкогольную компанию должны быть включены все социальные учреждения села, которые там имеются. А во-вторых, должна быть инициативная группа граждан, которая совместно с администрацией села составит годовой календарный план мероприятий, направленных на пропаганду ЗОЖ. Это должны быть во всех сферах человеческой жизни. И в школе, и в медицине, и на улицах, и плакаты. То есть со всех сторон нужно окружить. Во-вторых, мы рекомендуем проводить материальное стимулирование трезвых праздников. Для Аськи-Оли за трезвую свадьбу, трезвый юбилей положено денежное поощрение со стороны администрации. Такая программа не действует давно. Это хорошо проверяется и является очень сильным, конечно, источником мотивации. Но и потом очень важно собирать статистику и доносить ее до граждан. Это должны быть публичные слушания. Если изначально, скорее всего, инициативная группа будет сталкиваться с сопротивлением, то постепенно, постепенно к ней будет примыкать все большее количество людей. И в конце концов, наши прогнозы заключаются в том, что люди согласятся о том, что ценность коллективного блага, то есть трезвость как не только для себя, но и для своих детей, для будущего, это всегда, конечно, полезно. То есть личная мотивация и жителей также важна? Безусловно. Личная мотивация, личное убеждение в том, что нужно воспитать трезвое поколение, которое бы позволило силу развиваться, это очень важно. Скажите, а какова роль государства, на ваш взгляд, в этом процессе? Государство, на мой взгляд, в первую очередь не должно мешать этому. Оно должно поддерживать инициативу, которая идет снизу. И в первую очередь государство, конечно, как я уже говорила, должно делегировать полномочия органами местного самоуправления обводить такие запреты по решению схода. А что нужно делать для того, чтобы вот этих территорий отрезвости становилось все больше и больше у нас на территории страны? Ну, на территории страны, в этом нужно, во-первых, говорить в средствах массовой информации. Нужно распространять положительный пример. Нужно вводить уроки трезвости, наверное, в школах. По примеру того, как сейчас есть пилотные проекты, я знаю, здесь, в республике Сахай-Кути. И чем больше об этом нужно говорить, и нужно, конечно, отказаться от алкогольного лобби на самом высшем уровне. Скажите, какие бы практические, может быть, рекомендации Вы дали тем селам, так скажем, жителям тех сел, которые ввели сухой закон буквально недавно? Ну, самая главная практическая рекомендация – это не останавливаться, поскольку мы считаем, что вести запрет не так сложно, как удержать его. И сейчас начинается самый сложный этап, этап поддерживающий. И нужно в течение ближайших 10, буквально 15 лет продолжать эту работу. Может быть, переводить ее в какие-то другие новые формы, Но нужно продолжать алкогольную пропаганду даже тогда, когда уже формальный запрет введен. Следующим пунктом Вы уже обозначили себе какую-то территорию, где его из-за проводить исследования? Да, ЦИРКОМ планирует перейти к изучению городов, малых городов для начала, и посмотреть, как ситуация с алкоголем развивается там, и готовы ли там люди к подобным изменениям. Мы благодарим Вас за беседу, ждем Вас снова в гости, так скажем, в том числе и для проверки, как мы тут живем, как мы внедряем эту антиалкогольную политику. А нашим телезрителям я напоминаю о том, что у нас в гостях был внештатный сотрудник исследовательской группы ЦИРКОМ, пропагандирующий здоровый образ жизни Варвара Зотова. Любите жизнь, оставайтесь на нашем канале, и мы обязательно с Вами обсудим все самые актуальные темы. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok